Приветствую вас и на самом деле говорить какие-либо слова человеку, который достает вас, не имеет никакого смысла. Понимаете, человек, который ведёт себя так, он слышит только себя, он прислушивается только к себе, и он никого, кроме себя и своих потребностей не видит и не слышит. И свои потребности такой человек пытается удовлетворить с помощью наиболее подходящего, наиболее подходящего по его мнению средства. То есть это средство вы. И поэтому говорить что-либо не имеет никакого смысла. Здесь нужно только методично и системно действовать. Как действовать? Что-то заключается в том, что человек не находится в непосредственной близости от вас. То есть я имею ввиду, если человек не сидит рядом с вами, соответственно он вам звонит и пишет, и вы просто-напросто ему не отвечаете. Не отвечаете на звонки, не отвечаете на сообщения, не отвечаете на вот что-то такое. Ага, потом просто-напросто проявляя вежливость, и чтобы человека не обидеть, вы ему говорите, мол, вот прости у меня дела, запарился, в общем, там очень много дел, прости было некогда, что-то там говорил. И напишите, и напишите вот чуть-чуть так вот, немного. И опять дальше, дальше вы делаете так. То есть после чего вы показываете человеку, что что-то он вас особо-то не интересует. И вы можете извиниться перед ним, если видите его в жизни. Вы можете сказать ему, ой, прости, я опять не видел, не слышал, не мог ответить, извини, пожалуйста, там дела и так далее. И если человек более или менее адекватный, и самое главное, если это будет происходить достаточно длительное количество времени у вас, то человек уже не будет ассоциировать вас с каким-то общением, которое вместо него. У него вы будете ассоциироваться с игнорированием, безразличием к себе, и рано или поздно эта ассоциация, все больше и больше закрепляясь у него в подсознании, будет снижать вашу значимость для него, для человека. И постепенно он будет все меньше и меньше с вами общаться, потому что, ну, никакое общение не может держаться на инициативе только одного человека. Это всегда направленность на диалог двух людей, это нужно понимать. И рано или поздно, соответственно, мужчина, ну, мужчина или девушка будет просто-напросто вынужден переключить свое внимание на кого-то другого. Это не произойдет просто так, это не произойдет сразу, и никакие слова человека изначально не заставят не убедить. Даже обидные слова, вот вы говорите, чтобы не обидеть, даже обидные слова, человека не заставят уйти. Как себя ведут именно такие вот люди, никуда от этого, к сожалению, не держат. Ну, а вы можете поступить и немножечко хитрее. Вы можете поступить так. Вы можете сказать человеку, «А для чего ты меня достаешь? Что ты хочешь от меня?» И он вам ответит. Либо общине, либо поддержке, либо чего-то еще. И вы тогда попробуйте дать ему это. Но не в контексте себя, а скорее в контексте средств. То есть, если, например, он скажет вам стимулируемое общение, направьте его в какое-то место, где много людей, скажете, «Вот, практически у меня нет времени общаться с тобой сейчас, но вот есть хорошее место, там ты можешь удовлетворить свои потребности». Если человек сейчас скажет что-то другое, соответственно, вы точно так же отреагируете. То есть, попробуйте дать человеку то, что он хочет, и снизить его нуждаемость в вас. Тоже очень хороший, благородный, правильный поступок, если вы будете делать это без ущерба себе. Это очень важно, чтобы не было ущерба себе, чтобы не было вот этого вот вреда вам, чтобы вы старались помочь человеку, а при этом вредили самому себе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду рад помочь и буду рад, если вы сделаете его лучшим. Всего доброго и удачи!